В понедельник Фурмановский городской суд рассматривал дело в отношении водителя, который 24 июля прошлого года сбил американского путешественника Мака Герри Тирональда Гарри. ДТП произошло на трассе Иваново-Кострома около деревни Галчаново. Иностранец передвигался на специально оборудованном швейцарском велосипеде, позволяющем ехать полулежа или лежа на спине. Николай Максимов, управляя грузовой газелью, совершил съезд на обочину дороги, а затем сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Пострадавший скончался до приезда скорой. Представителей потерпевшей стороны на заседании не было. Сестра погибшего, Нэнси, материальных претензий к водителю не имеет и доверяет российскому суду. Подсудимый в тот злополучный день был пьян. Кроме того, это не первое его нарушение правил дорожного движения. В государственном объединении привозят сведения, характеризующие подсудимого как лицо, пренебрежительно относящегося к соблюдению правил дорожного движения, за нарушение требований которых Максимов неоднократно впрекался к миссаративной ответственности, однако должных выводов для себя так и не сделал. С места ДТП Максимов скрылся, но его оперативно задержали. В садином он раскаивается, активно сотрудничал со следствием. Я искренне раскаиваюсь и поклинаю себя за то, что в тот день не послал свое начальство подальше, а выехал по их просьбам, по их требованиям в рейс. Только мой выходной день я не должен был работать. Ну, где-то такая ситуация сложилась. Мне бы очень хотелось извиниться перед семьей, погибшим в риске, неродственниками. Вырезать свое искреннее соболезнование. Действие подсудимого квалифицировано по статье 264 части 4 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Дело рассматривалось в особом порядке по ходатайству подсудимого. Защита просила суд дать Максимову условное наказание. Прокурор изначально требовал реального лишения свободы сроком на 4,5 года. Суд приговорил Максимова Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с решением права управлять транспортным средством на срок 3 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии и поселении. Размер наказания снижен по сравнению с тем, которые опросил прокурор. Суд в качестве смягчающих признал ряд обстоятельств, характеризующих личность Максимова и сведения о его жизни. Шесть месяцев, которые подсудимый провел в СИЗО, зачтены в срок наказания. Николаю Максимову есть 10 дней на обжалование приговора. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Спасибо. 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 Спасибо.